В числе пяти ключевых инициатив, которые выдвинул президент в ежегодном послании народу Казахстана, особое место отводится развитию системы образования. Прошедший год показал, что пробелов и недоработок в сфере немало, и нужно их решать, выбирая при этом более серьезные подходы. Какие, расскажет моя коллега. За прошедший год в системе образования произошло немало изменений. Не все они были позитивными. Переход на дистанционку оказался самым болезненным, как для учителей, школьников, так и их родителей. Получать знания через экран монитора, посредством видео и аудиосвязи оказалось куда сложнее, чем общаться с педагогами лицом к лицу. Посланник Асамжимар Тукаев отметил, одна из проблем в развитии сферы образования – ситуации, когда дети бросают учебу. Президент поручил правительству заняться решением этого вопроса, в частности, через повышение качества информсистем для удаленных форматов обучения. Есть много людей, которые хотят учиться, получать высшее образование и в дальнейшем работать по каким-то определенным специальностям, где именно высшее образование является обязательным каким-то фактором. Соответственно, если у людей нет желания, то это их право, грубо говоря. Я считаю, что сейчас образование действительно важная вещь. Я бы сказал, что ключевая, потому что любые работы, грубо говоря, в том числе и государственная служба, она требует как минимум высшего образования, если не считать, грубо говоря, среднего. Поэтому образование в наше время очень важная вещь. И процесс его получения, я считаю, что тоже очень важен для каждого. Касым Жамартукая высказался о статусе русского языка. Его использованию, согласно казахстанскому законодательству, препятствовать нельзя. Для жителей страны согласие и толерантность – живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков, отметил президент. По словам главы государства, каждый, кто связывает свое будущее с Казахстаном, должен выучить казахский язык. Касым Жамар Ткемелевич выразился о языковой политике. В первую очередь о том, что государственным языком является только казахский язык, что является естественным, на мой взгляд. И он, конечно, сказал, что создавать препоны русскому языку нельзя, но с большим удовлетворением я отметил, что Касым Жамар Ткемелевич сказал, что каждый гражданин Казахстана обязан знать казахский язык. Поэтому те, кто еще не выучили, я считаю, должны учить. И, в общем-то, языковой вопрос тогда решится сам собой, поскольку все наши граждане будут знать два языка, никаких вопросов, никаких претензий больше ни у кого никому не будет. Кроме того, в своем послании президент выступил из рядом других ключевых инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны в постпандемический период. Одной из важных новостей стало увеличение минимальной зарплаты. С 1 января 2022 года 42 500 тенге до 60 тысяч. Кроме того, планируется расширить возможности для долгосрочного снятия пенсионных накоплений. Касым Жамар Тукаев поручил разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет Водбасыбан для последующей покупки жилья. Прокомментировал глава государства и ситуацию в Афганистане. Он поручил перезагрузить оборонно-промышленный комплекс и военную доктрину и призвал казахстанцам готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. Уже в скором времени планируется проводить стресс-тесты и прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий госаппарата, отметил президент. Анастасия Дроняк, Адиль Нуржанов, Служба новостей.